В селе Фатеево Кирово-Чепецкого района отпраздновали долгожданное новоселье. В новое помещение переехали библиотека и музей. Реконструкция старого здания стала возможна благодаря участию в областном проекте по поддержке местных инициатив. Валентина Палкина подробнее. Библиотека в селе Фатеево – настоящий очаг культуры. И это не просто высокие слова. Здесь работают детский литературный клуб и краеведческо-патриотический. Собираются ветераны. Но своего помещения не было. Библиотека размещалась в школе, в детском саду и даже в бывшем фельдшерско-акушерском пункте 1900 года постройки. Поэтому переезд в обновленное здание стал настоящим праздником для всех селян. Получилось так, что в первый год мы не попали в программу ППМИ с этим проектом, а в следующий год попали. И вот два с половиной года в избушке, и сейчас вот это вот здание. Это замечательное, прекрасное здание. Сколько людей здесь можно собрать. У нас, видели, дом культуры очень маленький, тоже его нужно реконструировать. Новый нам не построить, но может быть мы в эту же программу попадем и сделаем реконструкцию еще и дома культуры вдобавок. Будет замечательно. Потому что на самом деле на селе людям выйти некуда. Сейчас у библиотеки новые планы по привлечению молодых мам с малышами – организация клуба выходного дня. Здесь же будут собираться совет ветеранов и совет молодежи. Сюда же переедут кружки из дома культуры. Рукоделием Фатеева занимаются и дети, и взрослые. Сейчас есть место, где можно продемонстрировать эти удивительные изделия. В прошлую зиму вот решила, думаю, мне очень захотелось таким заняться. И вот решила вот это самое делать. Вначале лебеди, сейчас делаю вот побольше вещей. Вот последний у меня церковь. Сижу, телевизор смотрю, делаю вот эти модули. А уж потом складывать, конечно, надо уже со средоточенностью. Общая стоимость реконструкции здания бывшего школьного интерната – 3 миллиона 300 тысяч. Из областного бюджета было выделено полтора миллиона. 100 тысяч рублей собрали жители села, столько же вложили спонсоры. В районе денег нет, ни копейки нет лишних денег. Но мы, что же вот миллион двести, мы заложили эту сумму для Фатеева. Другого выхода нет. Вот эти три копилочки, которые основные плюс население, они дали свои плоды. То, что вы сегодня видите, это, конечно, изумительно. Я еще раз говорю, что если есть такие фанаты, вот как Татьяна Леиндовна, она не давала покой никому. Татьяна Савинцева в одном лице и библиотекарь, и музейный работник. Кроме предметов старины, здесь бережно хранятся документы и архивные материалы по истории села, об известных земляках. Экспонаты собирали всем миром. Также выходили на субботники во время реконструкции здания и благоустройства территории. Все видят результат, все видят, что средства вложены именно в то, во что хотело эти средства вложить само население. Сама философия проекта по поддержке местных инициатив, то, как он реализовывался по инициативе Никиты Юрьевича Белых, она вот в данном случае выдержана на 100%. Это праздник. Проект по поддержке местных инициатив уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. А в этом году в регионе должен открыться уже тысячный объект проекта. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Кировская область.